Плати ручку на мышку, пальчиком нажимай, смотрим на экран. Вот это кнопочка включения. Нажимай другой ручкой. 21 век, что ты с нами делаешь? Крошечная пятилетняя Карина за компьютером уже, внимание, не первый год. По собственному признанию, уже много знает и умеет. Приходится даже своим стареньким 30-летним родителям помогать. Я объясняю, как включать компьютер. То есть они не умеют. В этом компьютерном классе 7 ноутбуков, проектор и интерактивная доска. Обучаться тут будут дети с 4 лет. Ну а пока одни заняты освоением виртуального пространства, в распоряжении других 100-метровый физкультурный зал, музыкальный класс и, конечно, игровые комнаты. Открытие детского сада номер 272 в Московском районе на улице Гастелло вызвало такой ажиотаж среди родителей, что вместо запланированных 110 взяли 150 дошкольников. В детский сад в Московском районе на улице Гастелло вмещает 150 ребятишек. При этом здесь две группы ясельные, что очень важно сегодня нужно отмечать. Когда-то здесь совсем недавно были заброшены сарайи, безобразная территория. Еще в мае 2013 года я вот приезжал сюда и, конечно, вот это все смотрелось очень и очень печально. Нижегородская область в лидерах по количеству детей, получающих дошкольное образование. Их почти 90%. Это даже выше, чем в целом по России. Валерий Шанцев уверен, раз так хорошо получается, останавливаться ни в коем случае не стоит. Казалось бы, только открыли шестой в этом году детский сад, а на подходе еще один, дополнительный. В этом году беспрецедентные вообще средства выделены. 1 миллиард 230 миллионов для того, чтобы построить 6 новых детских садов и 2 реконструировать. В процессе исполнения этой программы в этом году я принял еще одно решение построить здесь в Московском районе, Бурнаковской Низине, еще один седьмой детский сад, его сейчас закладывают. На следующий год завершаем 6 детских садов в Нижнем Новгороде, еще 755 мест. И тогда у нас уже для детей от 3 до 7 лет очереди не будет. Всего же в 2014 году к уже существующему откроют еще 3356 мест дошкольное учреждение. Впрочем, главное тут не количество, а качество. Игрушки, развивающие занятия, комнаты отдыха и, конечно же, воспитателя. Важный момент, родителям все сложнее становится забрать ребенка домой. Они просто не хотят уходить. Такого еще я не видел, если честно. Ну, что такая красота, так уютно все. То есть вы рады, что сюда попали? Да, конечно. Кстати, поскольку уже в следующем году очередь из дошкольников полностью себя исчерпает, сейчас в детских садах акцент делают на открытии ясельных групп. Варвара Ермакова, Ринат Бигбаев, Объективно ННТВ.